Я, можно сказать, историческая личность. Я родилась в тот день, даже не в тот день, в тот час, когда хоронили Ленина. В том, что жизнь будет наполнена удивительными событиями, Татьяна Александровна Константинова не сомневалась. С детства сердце грела мечта связать свою судьбу с медициной. За день до начала Великой Отечественной войны, 21 июня 1941 года, юная Таня окончила школу. Прошла курсы медсестеры, поступила в Казанский мединститут. А дальше Омск, работа педиатром в местной медсанчасти. После получения специальности детского невролога Татьяна Константинова в течение 20 лет работала в Ульяновском областном доме детства, после чего устроилась в детскую поликлинику ЦГКБ, где проработала в должности врача-педиатра до 75 лет. В этом году легенда Симбирского края отмечает вековой юбилей. Поздравить именинницу приехал губернатор Алексей Русских. И привез награду вам за веру и добродетель. Красивая такая медаль. Президент вас поздравляет. Путин. Уважаемая Татьяна Александровна, сердечно поздравляю вас с юбилеем. На вашу долю выпали тяжелые испытания Великой Отечественной, трудности и невзгоды послевоенного времени. Но вы, весь наш народ, выстояли, сберегли страну, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Желаю вам бодрости духа и всего наилучшего. Бодрость духа не покидает Татьяну Александровну и на сотом году жизни. Сил придает семья. Трое детей, шесть внуков и восемь правнуков. А еще поэзия. Пусть зрение временами подводит и читать любимую книгу становится все тяжелее. Татьяна Константинова помнит любимые строки наизусть. Прежде чем укрыть в могиле навеки от живых людей, в колодном зале положили его на пять ночей и дней. Это строки русской поэтессы Веры Инбер. Однако у Татьяны Александровны есть и свой лейтмотив. Добрые дела, вернейшая дорога к долголетию. Эту простую истину женщина пронесла через всю жизнь, передала своим детям и внукам. И как верно отмечает Татьяна Константинова, только теплом в сердце можно растопить все невзгоды и тяготы судьбы.